здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что к нам присоединился всем здравствуйте а сегодня я вот таким необычным способом решила ответить на один вопрос вопрос просьбу или как сказать объяснить вот как что и почему девушки чуть больше за 20 в общем 20 плюс ну скажем так немного больше за 40 и как только не пыталась она иметь ребеночка своего никак не получалось в итоге она решила отказаться от этой затеи они живут с мужем но муж к этому относится в общем так вот волнуется послушайте если он вас по-настоящему любит если это был брак по любви то он не будет волноваться он будет просто вас любить это я вам однозначно говорю потому что вот перед вашими глазами дочь николая первого великая княжна ольга николаевна а с 1864 года королева вертимбергская она прославилась в истории россии и германии беспримерным подвижничеством в деле благотворительности милосердия великая историческая личность я ее очень люблю и вот такая вот знаменитая картина посмотрите мне вот она нравится именно на этой картине робертсона великая княжна ольга николаевна называется посмотрите какое шикарное платье в руке нежный нежный букет шелка вот такая вот необыкновенная палитра в общем изумительные ожерелье подвеска и посмотрите какая она интересная вот этот вот широкий умный лоб изумительной красоты картина конечно в общем я вам скажу так вы попросили не называть имя я вам хочу сказать что чужих детей не бывает сейчас я вам приведу вот такой вот пример пример королевской читы что уж говорить нам пример королевской читы вы думаете что все дети королей это их собственные есть детки которых и брали и тогда еще в те времена уже были приемные детки да кстати как я узнала вообще об ольги николаевне я знала да что это была великая княжна это одна из один из детей николая первого все но больше всего меня увлекло что в моем саду в моем саду растет неповторимый красивый сорт который называется королева ольга именно королева ольга вёртембергская я вот тогда просто стала так проникаться жизнью этих девочек дочерей и сыновей николая первого кстати там их несколько было и племянницы ее также и также были названы в честь них роза давайте посмотрим какая же роза была названа в честь ольги а вот это вот роза вот именно вот это роза посмотрите какая она красивая вот в моем саду растет вот это роза посмотрите она раскрывается конечно вот так вот полностью очень ароматная и у нее листик такой зауженный посмотрите вот может быть и вашем саду она напоминает чайную розу по аромату но на самом деле это да она с чайной была видимо скрещена в те времена еще потому что именно тогда ее вывели но называется она королева ольга так что посмотрите и я использую эти листики у себя в чай я всегда собираю точно безумно ароматная необыкновенный чай получается не листики а лепесточки я беру причем в бутоне еще когда в бутоне иначе запах не сохраняется меня спрашивали как сохранить запах для того чтобы быть точнее я вам скажу что она была третьей третью дочерью она была третья дочь императора николая 1 и императрицы александры федоровны родилась она в 1822 году и вот при крещении именно ее назвали ольгой в честь святой великой княгине ольги вот так скажем вот и я сразу хочу сказать что дочь ее родного брата константина племянница вера она тоже впоследствии породнится семьей вертенбергов и станет для ольги николаевни на склоне лет одним из тех воспоминаний о россии которым она будет спасаться от тоски по родине и она станет это вера ей приемную дочерью потому что окажется так что у ольги выявили бездетность великая княжна ольга николаевна росла воспитывалась вместе со своими сестрами все было хорошо как бы и в простоте и в строгости вот тут она на картине винтер хальтера но мне не очень нравится его изображение все-таки робертсон гораздо красивее кстати современники ее современники они считали ее красивейший из трех дочерей император невозможно представить себе более милого лица на котором выражались бы в такой степени кротость доброта и снисходительность она очень стройна с прозрачным цветом лица и в глазах тут необыкновенный блеск которые поэты и влюбленные называют небесным но который внушает опасения врача вот так оно и случилось и вот здесь вот он ее изобразил посмотрите художник изобразил именно с розами вот этого сорта королева ольга ну и что же произошло а 13 июля ну вот такое число они выбрали 13 июля 1846 год 23-летняя великая княжна ольга николаевна брака венчалась с наследным принцем дома в вюртемберг карлом фридрихом александром и молодые отпраздновали свадьбу в петергофе и потом прибыли в штутгарт многие жители города еще помнили до этого другую русскую принцессу ну конечно русскую я имею ввиду в кавычках естественно немецкую но приведшего оттуда екатерину павлов которая 27 лет назад поражала всех своей неутомимой благотворительностью и вот пожалуйста кстати в честь екатерины опять-таки была посвящена роза и очень эта роза была похожа на розу ольга но эта роза называлась катерина кэтрин вон и сейчас мы ее посмотрим называлась она кэтрин фон вюртемберг давайте посмотрим на нее в чем ее секрет цвет практически такой же но небольшие такие как бы полосочки на лепесточках и не раскрывалась она полностью так как раскрылась ольга катерина была все таки закрытая роза она и сейчас есть вот ольга вот это ольга королева ольга видите какая а вот это вот катерина фон вюртемберг вот так вот вот стала она супругой короля карла первого да в 1864 году и ольга получила титул естественно королевы вюртембергской но брак то оказался бездетным что делать что но карл первый он действительно ее любил искренне ее любил и ольга николаевна она полностью себя посвятила благотворительности полностью она себя просто распинала во время франко-прусской войны это было 1870 1871 королева стала во главе организации помощи раненым воинам вы знаете что высшая гильдия скажем так дворянство занимались самыми обыкновенными такими вот делами как перевязка подмыть убрать накормить подай принеси вот это все вот высшая гильдия дворянство это вот чем отличается благородство вот это есть элита не та элита что губы надула и ходит я не знаю кочегарицы я их так называю под кокаином или под чем они там а ну посмотрите данны шманы но их там много всяких разных шоу бизнес так называемых шоу мене шоу вуманы шоу в общем-то всякие разные шоу всякие разные вот нет это конечно все ерунда так же как и жены вот этих всех депутатов и прочих прочих это все ерунда дорогие мои это все такие вот понты дешевка это все несмотря не важно что они богатых автомобилях не смотрите на это дорогие мои вы знаете что такое элита вы знаете что такое душа вы знаете что такое интеллигентность вы знаете что такое культура это распятие себя это то что делал иисус христос вот он и был элита вот его последователи вот дети божьи божьи дети вот они и есть или потому что мир немножечко поменялся безнравственность стала себя называть элиты а нравственно нравственными людьми гуманными людьми и достойными людьми смеются давайте мы у нас то на канале все должно быть на своих местах поэтому давайте я распределяю это так кому не нравится налево кому нравится вперед и так дорогие мои девчоночки вы для меня все элита потому что вы меня вдохновляете ну и мальчишки тоже вы меня окрыляете и несете для того чтобы я имела возможность и радость дальше делиться со своей семьей и со своей интернет семьей с огромным удовольствием все что я читаю все чем я интересуюсь сад это одно из моих хобби беседую я вот раньше беседовала с мужем например зачитываю статью из газеты или еще или из журнала я с ним делюсь и вот мы с ним вдвоем обсуждаем ну присоединяется пар моих знакомых и соседей все а сейчас посмотрите на какую аудиторию можно порассуждать и так давайте дальше порассуждать значит получается у ольги николаевны не было деток но она себя начала просто распинать королева стала во главе организации помощи раненым воинам ее дворец превратился в мастерскую куда сходились добровольные работницы женщины абсолютно всех сословий абсолютно и королева встречала поезда с ранеными заботилась об их размещении у себя навещала больных утешая их словами и материальной помощью и физической помощью местная печать называла королеву великим мастером виртуозом благотворительности вот именно вот так называла в честь своей супруги карл первый он просто не перед не переставал восхищаться ею просто не переставал он не влюблялся все больше и больше и в честь своей супруги карл первый в 1871 году учредил орден ольги как награду за подвиги благотворительности и помощь больным и раненым особенно во время войны давайте посмотрим что это за красота такая посмотрите какая красота какая красота да кстати кто мои видео смотрел тот знает что в общем то все все королевские читы на планете родственники практически даже арабские шейхи и прицы так что не удивляйтесь не удивляйтесь и я рассказывала у меня было видео на эту тему мы еще будем возвращаться это очень интересная тема я люблю люблю копаться вычитывать у меня очень много книг я вам покажу изумительную книгу с фотографиями личных фотографов букингемского дворца вот у меня совершенно случайно попала эта книга я ее купила и так значит тысячи это вот сейчас перед вашими глазами это вилла берг загородная резиденция королей вюртембергов это вот где жила ольга и где она принимала раненых а в 1873 году в штутгарте вот кстати мои родственники родом оттуда штутгарте ольга николаевна основала женскую гимназию под попечительством королевы находились лечебница и опекунские учреждения для слабоумных деток то есть она это типа аутисты и другие детки вот она с ними вела работу это было в мариенберге детская лечебница ольгелия штутгарте приют для слепых она субсидировала и обслуживала приют для слепых в гмюнде особое внимание она уделяла вопросам образования и воспитания при ее поддержке были открыты многочисленные ясли детские дома школы и многие из них действуют до сих пор и носят ее имя давайте посмотрим вот сейчас перед вашими глазами эта гимназия основана ольгой ну конечно она уже перестроена и все такое прочее но это гимназия основана ольгой именно ольгой гимназия так и называется гимназия королевы ольги жила королевская чета вот здесь вот тут вот она жила но у них естественно было несколько дворцов вот это вилла берг это загородная резиденция королей вертенбергов вот такая у них была загородная резиденция я очень всегда люблю высматривать что у них растет как они все организовывали естественно у них были садовники и строители и все такое прочее но вы знаете что королевские ручки не знали покоя они ходили и все равно обстригали подкапывали высаживали никакой работы не гнушаясь вот здесь вот они жили но у них была и другая вилла вот это вилла берг о нет это вилла розенштайн на соседнем холме она строилась давайте посмотрим вот она очень красивая вилла тоже кроме той было еще это вот это изумительное и там была на территории парка был розарий изумительные розарий где все виды роз на тот момент были но выращивались скажем так королевская семья владела несколькими дворцами как я уже и говорила и с удовольствием проводила свое свободное время в летней резиденции вертенбергских королей в городе фридрихсхаффен на берегу боденского озера на стольке по россии подвигло ее нарисовать проект русского парка вокруг дворца что она и сделала и вы знаете какие деревья она посадила она посадила липовую липы липы и сделала липовую аллею и самое интересное что чай который она пила в основном был липовый из цветков липы вот этим также занималась она поскольку она часто принимала больных и занималась благотворительностью то она просила обрезать цвет липовый цвет упаковывать в специальные конверты и отправлять постоянно в госпитале так что там была липовая аллея и которая до сего времени оберегается жителями города вы же знаете как немцы аккуратно ко всему относятся в принципе она тоже была немкой как и все вся королевская чета недалеко от центра города фридрихсхаффена есть улица названная в честь ольги называется ольга ольга штрассе ольга хорошо рисовала брала уроки но все равно конечно ей не давала покоя вот она была без ребенка что делает ольга будучи бездетной да она заменила мать знаете кому своей родной племяннице вере константиновне младшей дочери великого князя константина николаевича и великой княгини александры иосифовне вы знаете верочка она была очень больна очень больно и вера была беспокойным ребенком она имела нервное заболевание к девятилетнему возрасту состояние девочки настолько ухудшилось что родители решили все таки ее отправить в германию потому что и врачи были получше и уход был другой из санкт-петербурга и они отправили ее к великой княгине ольги королеве бюртенберга к тетке к своей которая была бездетна и она конечно же согласилась взять верочку к себе и самое интересное вот насколько ее любил король король с радостью принял как свою собственную дочь верочку и до конца дней ухаживал за этой верочкой они носились с этой верочкой ну вот они приняли ее как свою дочь все король и королева вертенберга они стали приемными родителями для великой княги они добились больших успехов в несостояние девочки таких успехов которые в санкт-петербурге бы не получилось бы сделать и карф он часто отправлялся с маленькой верой на долгие долгие прогулки а по вечерам он читал ей библию и процесс выздоровления был медленным но уверенным сложным но упорным потому что упорствовала королева ольга в этом плане ее любовь ее забота это все благотворно влияло на княгини и обстановка и постепенно вера справилась со своим недугом вот пожалуйста в силу характера кровных родителей великой княгини подобное улучшение в петербурге было бы вряд ли возможно здесь вся любовь вся забота все было отдана этой вере она была очень стеснительным замкнутым человеком но настолько она была умная сообразительность ее внешность как и ее личность отличались своеобразием она была полновата слегка с вьющимися светлыми волосами невысокого роста и не обладала хорошей фигуркой королю карлу и королеве ольги удалось в январе 1874 года устроить даже помолвку веры константиновны и герцога евгения бюртенбергского члена селеской ветви своей семьи таким образом верочка очень удачно вышла замуж вот так вот за герцога евгения и евгений также король уже стал как сын мой трудный ребенок теперь счастливая невеста любящая и любимая вот так говорила королева ольга я никогда не думала что такое счастье может существовать евгений королю уже как сын вот так в письме писала ольга своей сестре представляете то есть она говорила о своем а верочки племянницы как о своем ребенке мой трудный ребенок теперь счастливая невеста любящая и любимая вот она же взяла больную девочку нервно больную и она сделала из нее достойную красивую невесту вот муж офицер армии королевства вюртенберг командир полка квартировавшего в дюссельдорфе неожиданно умер в январе в 1877 году и молодая вдова она решила остаться вюртенберге эта страна стала для герцогини родной тем не менее она часто ездила к родственникам в россии но переезжать не желала она хотела жить рядом с ольгой и рядом с ее супругом с королем вот с карлом первым а вот после потому что они заменили полностью отца и мать после смерти короля карла карла первого в 1891 году герцогиня вера она наследовала значительную часть его состояния вот так вот распорядился карл первый и ольга николаевна и кстати вот это вилла берг в штутгарте в которой жила королевская чета и до этого все короли унаследовала именно верочка вот ей этот дворец перешел вилла берг в штутгарте ну а вот и сама герцогиня которую воспитывала ее тетушка вот она как скажем полненькая герцогиня вера константиновна вот она которую воспитывали карл и ольга вот настолько все это тесно связано вот так вот ольга себя распинала и ради ближнего и вот кстати вера вот это она и писала стихи очень много времени сил отдавала также благотворительности она продолжала дело своей приемной приемной матери королевой ольги для падших женщин вера учредила приюты которые получили название дома веры вера хаус под ее патронажем находилось более 30 благотворительных и общественных учреждений в общем она также принимала активное участие вот так вот давайте посмотрим где церковь которую именно основала вот эта девочка вера в штутгарте православно а вот посмотрите вот эта церковь вот эта церковь в штутгарте она и сейчас в изумительном состоянии основана верой ну и вот пожалуйста был такой селекционер жильбер на понандон и он посвятил вере розу вывел в 1877 вот это вот роза называется принцесса вера вероятно что человек заказавший садоводу посвящение скорее всего была королева ольга или ее муж карл скорее всего это так потому что ольга она очень любила розы и она посвящение сделала всем вообще называется эта роза ля принцесса вера чайная роза она ну как бы к чайной относится на такая белорозовая скажем так белорозовая и бутон полностью не раскрывается как это обычно бывает в чайных розах вообще в те времена были в основном чайные розы вот появилась вот одна такая полу бутонная это была как раз вера поэтому что я вам хочу сказать я хочу сказать что чужих детей не бывает если у вас есть силы если есть у вас вы скажете ну если нет у вас лень и если вы хотите действительно посвятить свою жизнь правильному делу достойному делу только не нужно ждать потом благодарности вот это вот сразу вам говорю девчонки никогда и мальчишки тоже если вы решили взять ребенка и подарить ему радость любви вот дарите ее просто дарите и все не надо ждать благодарности или брать с какой-то целью ни в коем случае этого делать нельзя если вы уже решились на этот шаг то значит решились просто живите и знаете что вот это вам богом данное чужих нет это ваша и обратной дороги нет это же не обязательно вы можете так усыновить удочерить вы можете стать опекуном вы можете стать крестный вы можете человека просто забирать понимаете объяснять ему что я не мама но я вот буду как бы чем могу тебе вот помогать ты можешь на меня положиться в трудной ситуации так далее кто как может но было бы конечно лучше если вы забирали из детских домов деток что там творится чтобы вам не рассказывали я знаю не понаслышке сами детки мне рассказывали просто это это еще не попало в камеру когда-нибудь я уговорю и расскажут на камеру будьте благословены вы и ваши близкие не бойтесь чужих детей не бывает идите берите дарите свою любовь распинайте себя живите кроме как благословений кроме как дворца на небесах больше вам а что больше нужно а что больше нужно если вы будете строить себе дворец на небесах что той жизни но что той жизни я люблю вас будьте благословены вы и ваши близкие пока пока так